Евангелие от Марка, третью главу «Делать добро» или «Зло делать», «Душу спасти» или «Погубить». Но они молчали. И, возрев на них с гневом, скорбя об ожесточении сердец их, говорит тому человеку, «Протяни руку твою». Он протянул, и рука стала его здорова, как и другая. Фарисеи, вышедшие, немедленно составили с иродианами совещание против него, как бы его погубить. Но Иисус с учениками Своими удалился к морю, и за ним последовало множество народа из Галилеи, Иудеи, Иерусалима, Идумеи и из-за Иордана. И живущие в окрестностях Тира и Сидона, услышав, что он делал, шли к нему в великом множестве. И сказал ученикам своим, чтобы готова была для него лодка по причине многолюдства, дабы не теснили его. И во многих он исцелил, так что имевшие язвы бросались к нему, чтобы коснуться его. И духи нечистые, когда видели его, падали перед ним и кричали, «Ты сын Божий!» Но он строго запрещал им, чтобы не делали его известным. Потом взошел на гору и позвал к себе, кого сам хотел, и пришли к нему. И поставил из них двенадцать, чтобы с ним были и чтобы посылать их на проповедь, и чтобы они имели власть исцелять от болезни и изгонять бесов. Поставил Симона, дав ему имя Петр, Якова Заведеева и Иоанна, брата Якова, нарекши им имена Вуанергес, то есть сыны Громовы, Андрея, Филиппа, Варфоломея, Матфея, Фому, Якова, Алфеева, Фаддея, Симона Канонита и Иуду Искариотского, который и предал его. Приходят в дом, и опять сходится народ, так что им невозможно было и хлеба есть. И, услышав ближние его, пошли взять его, ибо говорили, что он вышел из себя. А книжники, пришедшие из Иерусалима, говорили, что он имеет в себе Вильзевула и что изгоняет бесов силой бесовского князя. И, призвав их, говорил им притчами, как может сатана изгонять сатану? Если царство разделится само в себе, не может устоять царство то. И если дом разделится сам в себе, не может устоять дом тот. И если сатана восстал на самого себя и разделился, не может устоять, но пришел его конец. Никто, вошед в дом сильного, не может расхитить вещей его, если прежде не свяжет сильного и тогда расхитит дом его. Истинно, говорю вам, будут прощены сынам человеческим все грехи и хуления, какими бы ни хулили. Но кто будет хулить Духа Святого, тому не будет прощения вовек, но подлежит Он вечному осуждению. Это сказал Он, потому что говорили в Нем нечистый Дух. И пришли мать и братья Его, и, стоя вне дома, послали к Нему звать Его. Около Него сидел народ, и сказали Ему, «Вот мать твоя и братья твои, и сестры твои, вне спрашивают тебя». И отвечал им, «Кто мать моя и братья мои?» И, обозрев сидящих вокруг себя, говорит, «Вот, матерь моя и братья мои, ибо кто будет исполнять волю Божью, тот мне брат и сестра и мать». Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!